Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь вместе с Тайгой. В сегодняшнем видео мы совершим маленькое путешествие на поезде из Вены в Зальцбург на Рождество в вагоне бизнес-класс вместе с нашей немецкой овчаркой Тайгой. Вы сможете посмотреть изнутри австрийские поезда, увидеть обычные вагоны, вагоны первого класса и бизнес-класса, а также посмотреть, как они устроены и чем оснащены. О правилах перевоза собак в Австрии на нашем канале уже есть видео. Если вам будет это интересно, переходите и на него. Вот и обычный пассажирский вагон, удобный проход, хорошие мягкие кресла. Детский билет оплачивается с 6 лет до 14, стоит 23 евро 80 центов. Если у вас есть семейная карта от железнодорожной компании ÖBB, как у нас, дети до 14 лет едут бесплатно на поездах ÖBB по всей Австрии. Взрослый билет стоит 55 евро 60 центов. Все двери в поезде оснащены сенсорами движения или кнопочками. Мы переходим в вагон первого класса. Все правила перевоза детей сохраняются. Стоимость детского билета уже составляет 23 евро 80 центов. Взрослого 55 евро 60 центов. Стоимость провоза собаки, независимо от класса, составляет 5 евро 60 центов. Это место для проводников, где подогревается пища, набирается кипяток и установлена мойка. А мы переходим в бизнес-класс, где уже на двери имеется кнопка для открытия. И также сверху есть кнопка блокировки двери, нажав которую с внутренней стороны, снаружи уже не попадет никто. Стоимость детского билета здесь составляет 56 евро 50 центов. Взрослый билет 112 евро 30 центов. Чем же этот вагон отличается от остальных? Конечно же больше места, лучше сидячие места, есть лампы индивидуального освещения, кресла раскладываются. Каждая купе разделяется перегородкой, а так все как и в других вагонах. В каждом вагоне имеется электрическая розетка, столик для еды. Ну конечно в бизнес-классе ехать намного лучше, конкретно для нас с собакой. Наша тайга отлично себя ведет в транспорте, но почему-то во время поездки, скорее всего под воздействием стресса, чувствует посюду опасность и пытается нас охранять. Ну а в бизнес-классе спокойнее всем, людей мало, перегородки тоже играют свою роль. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Что мне не нравится в австрийской железной дороге? При продаже билетов на поезда билеты продаются без места. Кто не успел, извините, тот опоздал, значит будет стоять, так как билеты продают без ограничения. Только зарезервировав место, вы получите номер самого места. Такая услуга стоит 3 евро. В вагоне бизнес-класс билеты предоставляют уже с номером, без предварительного бронирования места. Сидеть! Сидеть! Молодец! В вагонах всегда чисто, нет подозрительных движений, везде установлены видеокамеры. Даже есть стеллажи для ручной клади, установлены мусоросборники. Курить в австрийских поездах запрещено. И как вы уже заметили, на двери выхода тоже нет ручки, только кнопки открытия и закрытия. Музыка. 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 Что же касается чистоты туалетов Всегда чистенько, в некоторых установлены ароматизаторы Есть туалетная бумага, мыло, вода и фен для рук Но опять же, чистота зависит не от компании по уборке полностью Многое идет от культуры поведения самого человека Живите, цените и следите за окружающим вас миром Наша поездка из Вены в Зальцбург составила ровно 2 часа 50 минут В австрийских поездах совершенно отсутствует такой стук колес, как на родине Порой этого так не хватает, но это уже совсем другая история В вагонах бизнес-класс кофе предоставляют бесплатно Но всего лишь один раз за поездку Тайгунечка, красавица моя Моя умничка Сиди, Тайгунечка, сиди Перед поездкой мы накормили тайгу Она очень хорошо переносит поезда В дороге мы ей даем только водичку Так как вода в туалете не питьевая Воду приходится брать в ресторан в вагоне Пока дают бесплатно Но вот сколько мы путешествуем с нашей овчаркой Ни разу не встречали ненавистного человека На Украину и в Россию мы пока не ездим И не ездим уже несколько лет С такой лошадкой, наверное, будет там трудно при передвижении Пока мы ехали, я замечала Наш поезд набирал 224 км в час Совсем было неощутимо Интересно, сколько же он может выжать по максимуму? Площадь железнодорожного вокзала Зальцбурга Оснащена велосипедной двухъярусной стоянкой Я очень надеюсь, что она защищена от воровства Так как у нас, свиньи, велосипеды с легкостью уходят в чужие руки На этом все Оцените наше видео И спасибо большое всем, кто досмотрел его до конца Субтитры сделал DimaTorzok